Глава девятая. Всегда будь собой. Быть исключительно самим собой в мире, который изо всех сил, день и ночь, старается сделать себя таким, как все. Это значит вступить в самую тяжелую битву, в которой может сражаться человек и никогда не прекращать бороться. Только когда ты достигнешь духовного понимания, кто ты есть, ты сможешь начать управлять собой и ситуацией. Принцы Пандавы и Кауравы, сыновья царского рода Куру, с юношества обучались военному искусству. Однажды их учитель дрона организовал для них небольшое соревнование. Ученики должны были натянуть тетиву лука и поразить стрелой глаз искусственной птицы, подвешенной к ветве огромного дерева. Махарад Чудештхира вышел первым и прицелился. Тогда дрона спросил его. «Перед тем, как ты выстрелишь, скажи мне, сынок, что ты видишь?» «Гурудев, я вижу дерево, ветку, птицу, висящую на ветке». Неожиданно для всех учитель приказал Юдештхире не стрелять и подозвал другого брата, Бихимасену. И задал ему тот же вопрос. Бихимасена подумал. Должно быть, ответ старшего брата не был полным. Дрона с улыбкой повторил вопрос. «Гурудев, я вижу глаз птицы и больше ничего», — коротко ответил Арджуна. Дрона хитро уточнил. «А видишь ли ты дерево, ветку или хотя бы веревку, на которой висит птица?» Продолжая целиться, Арджуна сказал. «Нет, Гурудев, я вижу только глаз птицы и больше ничего». Дрона громко рассмеялся. «Стреляй, сынок, ты обязательно попадешь в цель». Принц выпустил прицельную стрелу, которая рассекла воздух и точно поразила цель. Эта история описывает умонастроение, которым должен обладать преданный на пути преданного служения. Не имеет значения, с какими видами преследований он может столкнуться. Не имеет значения, какое жестокое обращение он может встретить в обществе. Преданный должен быть сосредоточен на своем служении Кришне и больше ни на чем. Учитель дрона знал, что остальные принцы не смогут поразить цель, поскольку обращали внимание на слишком много посторонних вещей, помимо глаза птицы. Концентрация Пристальное, безраздельное внимание ума Приверженность, решительность, стойкость Сосредоточенность Способность оставаться сфокусированным Направлять внимание и усилия на главное Будьте осторожны с тем, что говорите Несколько лягушек прыгали через лес, беседуя о своих лягушачьих делах. Как вдруг двое из них свалились в глубокую яму Оставшаяся группа со всех сторон окружила яму, чтобы сообразить, чем помочь своим подружкам Увидев, насколько глубока яма, они, охваченные тревогой, пришли к выводу, что дело безнадежно И сказали двум несчастным, чтоб те готовились принять свою судьбу, потому что они уже почти покойницы Не желая принять такую ужасную участь, обе лягушки начали подпрыгивать так высоко, как могли Некоторые из подружек сверху кричали в яму, что это безнадежно И что те не оказались бы в подобной ситуации, будь они более осторожными и ответственными И покорными лягушачьим законам Остальные продолжали печально уговаривать их поберечь свои силы и сдаться Так как они неизбежно обречены на смерть Две лягушки, однако, продолжали подпрыгивать изо всех сил После нескольких часов отчаянных попыток они были достаточно изнурены Наконец, одна лягушка прислушалась к словам своих приятельниц Разочарованная, она решила принять свою судьбу спокойно Легла на дно ямы и умерла В то время как остальные лягушки продолжали наблюдать за происходящим в беспомощном горе Вторая же лягушка продолжала прыгать, вкладывая в каждый прыжок все свои силы Хотя тело ее ломило от боли, она была совершенно измученной Подружки сверху снова начали уговаривать ее смириться с судьбой Перестать причинять себе боль и просто умереть Но уставшая лягушка прыгала сильнее и сильнее И, о, чудо из чудес, в конце концов прыгнула так высоко, что выскочила из ямы Изумленные лягушки поздравили ее с чудесным освобождением И, окружив со всех сторон, спросили «Почему ты продолжала прыгать, хотя мы твердили тебе, что это невозможно?» Прочитав вопрос по их губам, удивленная лягушка объяснила, что она глуха Наблюдая их жесты и крики, она считала, что подружки подбадривают ее Все их действия она воспринимала как поддержку, что вдохновляло ее пытаться еще усерднее и победить во что бы то ни стало В этой простой истории заключен глубокий смысл Книга о притче Соломоновых гласит «Смерть и жизнь во власти языка» Ваши негативные слова могут стать причиной глубоких ран Они могут стать оружием и разрушить чье-то стремление продолжать попытку Или даже чью-то жизнь Одно пагубное небрежное слово может унизить человека в глазах других Пошатнуть его репутацию и оказать сильное влияние на отношение к нему в обществе Ваши слова поддержки могут вдохновить и поднять человека Помочь ему двигаться вперед, преодолевая препятствия жизни Будьте осторожны с тем, что говорите Слова обладают огромной силой Если у вас есть добрые и воодушевляющие слова, похвалав чей-то адрес, говорите ее людям Прислушайтесь к своему сердцу и действуйте Кто-то где-то ждет ваших слов Доброта Проявлять мягкое и сочувственное отношение к другим Воодушевление Хвалить, поддерживать, возвышать, вдохновлять, одобрять Где ваше сердце Однажды крокодил обратился к обезьяне, сидевшей на дереве, и спросил, не желает ли она прокатиться по реке у него на спине Обезьяна с радостью приняла предложение Спустя некоторое время прогулки она поинтересовалась А куда мы направляемся? Я везу тебя к своей жене, чтобы она могла полакомиться твоим сердцем Ответил крокодил Тогда обезьяна сказала Ой, да я же оставила свое сердце на том дереве Давай вернемся и заберем его Едва они достигли берега, она вскочила на дерево и осталась там В соответствии со своей кармой все живые существа блуждают во Вселенной Некоторые поднимаются на высшие планеты, другие падают в низшие миры Из многих миллионов скитающихся живых существ Лишь самые удачливые, по милости Шри Кришны, обретают возможность общения с истинным духовным учителем По милости Шри Кришны и духовного учителя Такой человек получает семя лианы преданного служения Получив семя преданности, Джива должна посадить его в саду своего сердца Подобно садовнику, преданный должен поливать это семя практикой преданного служения В первую очередь с помощью слушания и воспевания имен Шри Кришны Обычно в саду, кроме культурных растений, растут и сорняки Как и в преданном служении, человек должен регулярно вырывать эти нежелательные растения Чтобы защитить свою преданность Эти сорняки приходят в форме фильмов, музыки, книг, журналов, безделья И, соперничая с нежной лианой преданности, подавляют ее рост Всегда будьте на чеку, ведь крокодил искушений этого мира В любой момент может похитить ваше сердце И снова погрузить его в океан материального существования Лучше оставить свое сердце во Вриндаване Где оно будет в безопасности у лотосных стоп Шри Кришны Твердость Проявлять упорство, силу и решимость в достижении желаемого Быть готовым идти вразрез с традициями и обычаями этого мира Целеустремленность Четко понимать, что вы делаете и для чего Сосредоточиться на своих целях, зная, что вы можете воплотить великие дела Все пройдет Однажды царь созвал мудрецов и обратился к ним с вопросом Есть ли такая мантра или наставление, работающее в любой ситуации При любых обстоятельствах, в любом месте и в любое время Нечто, что поможет и подскажет мне, как действовать, когда вас нет рядом Скажите, существует ли такая мантра? Собравшиеся мудрецы были озадачены Один ответ на все вопросы Что-то, что сработает всегда и везде в любой ситуации В горе и в радости, при победе и поражении Они все думали и думали После продолжительного обсуждения Один старец предложил то, что понравилось всем Они отправились к царю, вручили ему листок с текстом и озвучили условия Царь не должен заглядывать в написанное из любопытства Только в момент большой опасности, когда царь останется один в безвыходном положении Он может прочесть эту мантру Царь с благодарностью вложил послание в свой перстень с бриллиантом Спустя несколько дней соседи напали на царство Это было неожиданное наступление врагов, объединившихся против царя Царь и его армия отважно сражались Но битва была проиграна Царю пришлось спасаться бегством Лошадь завела его глубоко в джунгли, но враги продолжали преследование Он слышал звуки приближающихся войск Неожиданно царь обнаружил, что дорога привела его к обрыву Внизу скалистая пропасть глубиной в тысячу метров Если он прыгнет, ему конец Вернуться назад он тоже не мог Дорога была слишком узкой, чтобы укрыться от неприятеля Ситуация оказалась совершенно безвыходной И тут он обратил внимание на перстень с бриллиантом Который сверкнул на солнце и напомнил ему о послании, спрятанном внутри Царь раскрыл записку и прочел послание Очень короткое, но невероятно могущественное Все проходит, пройдет и это Царь прочел снова, прочел еще раз И вдруг его осенило Да, это пройдет Всего несколько дней назад я наслаждался своим царством Был самым могущественным из правителей А сегодня и царство, и все мои удовольствия исчезли Теперь я пытаюсь скрыться от врагов Однако, подобно тому, как прошли дни в роскоши и наслаждениях Также пройдет и этот день, полный опасностей Спокойствие отразилось на его лице Удивительной красоты природа открылась его взору Он и не подозревал, что в его царстве есть такое восхитительное место Царь был сильно впечатлен глубиной послания Он расслабился и забыл о преследователях Через несколько минут он заметил, что звуки лошадей и наступавших на него врагов Начали удаляться Они направились в другую сторону гор, а значит, дорога теперь была свободна Царь был очень храбрым Он реорганизовал войска и снова вступил в бой Победив врагов, он вернул утраченную империю Народ со всеми почестями приветствовал его с победой Вся столица ликовала и радовалась его успеху Все пребывали в праздничном настроении Из каждого закоулка, из каждого дома царя осыпали лепестками цветов Люди пели и танцевали На мгновение царь сказал себе Я один из самых храбрых и великих царей Не так-то просто победить меня Он чувствовал, что такие почести и торжества в его честь начали увеличивать в нем гордыню Вдруг в лучах солнца сверкнул бриллиант на перстне, напомнив ему о послании Правитель достал его и снова прочел Все проходит, пройдет и это Царь притих Лицо его преобразилось Из эгоиста он превратился в смиренного человека Если и этому суждено пройти Значит оно не принадлежит тебе Поражение не было твоим И победа не твоя Ты просто наблюдатель Все проходит Мы лишь наблюдаем Мы воспринимаем все с помощью чувств Жизнь приходит и уходит Счастье приходит и уходит Печаль приходит и уходит Теперь, прочитав эту историю Сядьте спокойно и проанализируйте свою жизнь Подумайте о моментах радости и успеха Вспомните свои беды и поражения Вечны ли они? Все они приходят и уходят В прошлом у вас были друзья Теперь их нет Сегодня у вас есть друзья Они тоже уйдут Завтра появятся новые, но и им суждено уйти У вас были враги, и они ушли Возможно и сейчас у вас есть враги И они уйдут Завтра появятся новые, а потом снова исчезнут Нет ничего постоянного в этом мире Все меняется, кроме закона изменения Подумайте об этом Основываясь на личном опыте Вы наблюдали эти изменения Вы пережили все свои неудачи, поражения, горести Все это прошло И если в вашем настоящем есть проблемы Они тоже пройдут Потому что ничего не вечно Счастье и горе Две стороны одной медали И то, и другое пройдет Кто вы на самом деле? Найдите свое истинное лицо Это не физическое лицо, которое тоже изменится со временем Однако внутри вас есть нечто, что никогда не меняется Что всегда остается неизменным Что же это? Ничто иное, как ваше истинное я Вы лишь свидетель перемен Благоразумие Проявлять осторожность, смирение и мудрость в практических делах Самая надежная защита в неблагоприятных обстоятельствах Как-то раз один человек пришел к великому святому И начал плакаться ему о своих проблемах С вами, Джи, пожалуйста, защитите меня от плохого общения Я живу в плохом районе города И плохие нравы людей влияют на меня Заставляя делать плохие вещи Святой, понимающий, кивнул И предложил прогуляться вместе по саду Пройдя немного, они увидели садовника Смешивающего удобрения для деревьев Запах удобрений был весьма неприятным И мужчина прикрыл нос платком Святой лишь улыбнулся и ничего не сказал Продолжая прогулку, они оказались среди множества Прекрасных растений с красивыми благоухающими цветами Мужчина, который к тому времени уже убрал платок от носа Наслаждался ароматами цветов В то время он заметил, что святой снова молчаливо улыбается Тогда человек подумал Не сошел ли он с ума? Я пришел к нему с серьезной проблемой А он лишь улыбается и гуляет со мной Надеюсь, он не смеется надо мной В конце концов, мужчина не выдержал и спросил С вами же, почему вы улыбаетесь? Я сделал что-то не так? Я улыбаюсь, думая о том, как по-разному люди и природа реагируют на плохое Ответил святой Растения питаются удобрением, которое совершенно не похоже на изысканные блюда Которые едят люди Но растения превращают это дурно пахнущее удобрение В благоухающие цветы Цветы, в свою очередь, не теряют своих качеств Даже когда их топчут, срезают или отрывают лепестки Но мы, люди, от которых ожидается куда большая просвещенность По сравнению с другими формами жизни Быстро утрачиваем наши положительные качества И подхватываем плохие, плохой компанией Или неблагоприятной ситуации Услышав слова святого Мужчина осознал свою ошибку И вернулся домой более мудрым и решительно настроенным Совершать духовную практику Регулярная духовная практика Такая как воспевание Харе Кришна Маха Мантры И непрерывное преданное служение Способно защитить нас от влияния негативного окружения И неблагоприятных обстоятельств Терпимость Учиться принимать ценность других личностей Независимо от степени их зрелости Постоянство Стабильно придерживаться одних и тех же принципов Одного и того же курса или образа действия При любых обстоятельствах Сохранять единую манеру поведения Беспокойный ум Учитель и ученик прогуливались по лесу Ученик был взволнован тем, что его ум не знал покоя Он спросил учителя Почему у большинства людей беспокойный ум И лишь некоторые обрели умиротворение Что можно сделать, чтобы утихомирить ум? Учитель посмотрел на ученика и улыбнулся Я расскажу тебе историю Слон стоял и срывал листья с дерева Когда маленькая муха подлетела к нему И начала носиться вокруг Жужжа прямо над его ухом Слон отмахнул ее своими огромными ушами Но муха вернулась И слон снова отмахнулся от нее Это повторилось несколько раз После чего слон спросил муху Почему ты такая непоседливая и шумная? Почему ты не можешь и секунду просидеть на одном месте? Я привлекаюсь всем, что я вижу, слышу Или чей запах ощущаю? Ответила муха Мои пять чувств тащат меня в разные стороны И я не могу им противостоять А в чем твой секрет? Как тебе удается оставаться таким спокойным и неподвижным? Слон перестал жевать и сказал Мои пять чувств не управляют моим вниманием Что бы я ни делал Я погружаюсь в эту деятельность Сейчас я ем И полностью поглощен принятием пищи Поэтому я могу наслаждаться своей едой И пережевывать ее тщательнее Я направляю и контролирую свое внимание А не наоборот После этих слов глаза ученика расширились И улыбка осветила его лицо Он посмотрел на своего духовного учителя И сказал Я понял Если мои пять чувств управляют умом и вниманием Тогда ум пребывает в постоянном беспокойстве Но если я управляю чувствами Ум обретает покой Да, верно, ответил учитель Ум пребывает в беспокойстве И во всем следует за вниманием Контролируй свое внимание И ты возьмешь свой ум под контроль Уравновешенность Удерживать ум или ситуацию в стабильном состоянии Когда силы идеально сбалансированы Равновесие Противовес Самоконтроль Подчинить свои мысли, слова, действия И отношения к происходящему Ради того, чтобы приносить благо другим Отказываться от неправильных желаний Делать то, что правильно Субтитры создавал DimaTorzok